Друзья, доброе утро! Чау-чау! Я приехала в Пьяццо Италия с утра пораньше. Какая удача! Пишут, последние дни. Последние цены низкие. Последние дни. Ну, сейчас пойдём посмотрим, что там за цены. Последние дни. Смотрите, лосины, не лосины. Такие штанишки. От 2 евро 50 копеек и выше. От 5 евро, от 7 евро. Да, есть ещё скидки. 2 марта. По 5, по 10. Маечка, 3,50. Штаны, видите, брюки по 10 евро. Я, честно говоря, даже не знаю, что Арино надо. Вот, потому что вроде как всё есть у него. Но, блин, надо ж... И бритвенный, всё вроде бы у него есть. У этого бритвенный он сам себе покупает. Сейчас буду думать, голову ломать, что же ему такое купить. Что ему надо, действительно. Цены пока хорошие. Видите, такая классная куртка. Вообще такая прямо мягкая, тёпленькая. Всего 20 евро. А стоила 70 евро. Представляете? Вот цены суперские. Блин. Увидела тут мастерки хорошие. Сейчас Никите возьму. Друзья, вот и я. Чао-чао. В общем, я очень довольна, что наконец-то до сих пор остались скидки. Я зашла в Пиацию Италию, недалеко от нашего дома. Вот. Купила и Никите кое-что, и для меня кое-что. И, главное, для Ирины купила подарок. Потому что, как вы знаете, что его мама умерла перед его днём рождения. И я тоже вся забеганная была. Я никак не могла купить ему подарок заранее. Вот. И как раз перед днём рождения умерла его мама. И в его дне рождения мы хоронили его маму бедную. И, в общем, сейчас мне надо было зайти в Лидл. Вот. А перед Лидлом я зашла в Пиацию Италии. И вот, представляете, вот перфортуна. Вот какая вот фортуна. Да, что до сих пор тут такие крутые скидки. И очень жалко, что на многие вещи есть хорошие скидки. Но маленькие размеры. Понимаете? А у меня что, Рину надо больше, чем XL. XL, 2XL. Вот. И что, Никита, ему Л-ка уже маленькая. У Никита он уже высокий. Руки длинные. Вот. Ну, я ему купила, в общем, одну кофту. Я ему посылала фотографии. Ну, не кофта, это как батник такой. Вот закрытый батник с капюшоном. Внутри, вот, впереди эти карманы. В общем, посылала ему фотографии. Хочешь такое? Тебе надо такое? Да, спасибо. Вот. Я говорю, выбирай цвет. Посылала другую фотографию. Он говорит, Нера. Я говорю, вот это вот, более темное. Послала ему еще фотографию. Он говорит, да, спасибо. В общем, хорошие скидки. В общем, ладненько. Сейчас я не хотела пойти с утра пешком, но мне некогда. Мало времени. Вот. И я поехала на машине. Сейчас пойду в Лидл. Мне надо купить кое-что. И потом уже доеду домой и покажу, что я вам купила. Так, я, Никита, купила такой батник, вот, потому что он уже давно хотел. Он, видите, он не сильно теплый. Он такой на весну, на осень, вот, как раз на такую погоду купила. А он такой батник еще, еще такого батника у него никогда не было. Только были, вот, именно со змейкой вот эти всякие мастерки, да. В общем, купила такой батник он захотел. Видите, пьяцца Италии. Стоил этот батник раньше 12.95, а сейчас 8 евро. Представляете, если фугус берет. А вот, видите, вот так вот со скидкой купила. Так, это Никите. Так, мне понравился вот такой вот батничек тоже. Такой, видите, как он такой свободненький. Вот с такими рукавами. Такими интересными, моднявыми. Прямо такими, как колхозными, да. Но мне он так понравился. Именно тоже такой демисезонный такой батник. Вот, ну, конечно, без скидки. Но хоть не сильно дорого стоит. Вот, купила 7.95. Сделала себе, как бы, сама себе подарок к дню рождению. Пока что первый. Так, ну что я Арину купила. Я пока не буду показывать. Потому что я ему сделаю сюрпризом этот подарок. Посмотрим. Если не сегодня, то я ему в мой день рождения подарю. Вот, как говорится, что у него лучшее настроение будет и всё такое. Потому что сейчас с работы, работа, и вот только проблемы эти прошли в охороны. Вот, и день рождения его долго мне отпраздновали. Ну, хотя бы придут гости уже в мой день рождения. У него улучшится настроение. Я ему тогда, может быть, сделаю этот подарок, когда у него будет хорошее настроение. Чтобы сделать ему приятное. Что всё-таки я, как говорится, не забываю о своём муже. Чтобы сделать ему подарок к дню рождения. ну что довольны покушал травку и сейчас вытащил вытащил томаса на улицу пока белье убираю после сушки томас немножко погулять по крыше а вон он папа наших сестричек отец маяк пун шикарный конечно только жалко что их не расчесывает никто елки-палки как беспризорные такие вот породистые коты дорогие и беспризорный пипец не расчесывают томас гуляешь да гуляешь вот я вчера привезла 3 вазона один вазон 2 вазон и 3 вазон длинный вазон и и там будут цветы и на длинных вазонах цветы вот видите вот таких круглых у меня всякие ароматные травы ну что гуляй томас пока по крыше смотрит смотрит там кот лежит подойдет не подойдет я вам не показала у нас цветы распускаются на том дереве фокус берет не берет даже не вижу на солнце какая красота жду на дожду не дождусь когда все дерево расцветет это и будет такая красотища встреча на эльбе не знаю этот меня черный поцарапал и другой нет осторожный такой томас не ругаться товарищи не ругаться не ругаться томас и сюда томас боится томас не бойся мечу иди сюда должен привыкнуть ко всем этим кошакам не надо бояться сейчас этот пойдет ловить его охотиться томас боится томас вень иди сюда томас иди сюда так кстати я вам ничего не говорила насчет кухни вот сейчас я вам скажу мы наконец-то выбрали кухню только что только что мы ездили за кухней знаете в общем до похорон у нас был один свободный день мы поехали в турин называется моде конвененция в общем там выбирали кухню стоит 4000 1500 представляете короче в общем мы сначала выбрали кухню в моде конвененция стоит четыре с половиной тысячи евро это без доставки и без монтажа и мы так думали что ну 5 очень дороже чем в икея но единственное что там нам действительно намного лучше мебель вот короче думали что уже возьмем кухню в моде конвененция тоже сделали график там чертеж очень красиво выберем выбрали и посудомощную машину и газ плиту и духовку и мойку с краном все такое а потом после похорон где-то я не помню в какой день мы пошли у нас тут недалеко от нашего дома есть сицилийская кафе пиццерия в общем и мы там уже второй раз брали пиццы вот и там же и сладости общем канули всяким сицилийские разговорились познакомились с этим владельцами они сказали что они взяли по-моему сажер на анапрессе анапрессу камера донетто и пучина а и на кипучино и в общем эти сицилийцы они сказали что мы нашли тут недалеко от навары есть магазинчик где продают тоже мебель и кухни и спальни и гостиные и ванны и все такое они нам сказали где оказалось соседнее село рядом с навары мы поехали туда недавно буквально неделю назад где-то даже меньше поехали туда вот и действительно там кухни оказались и мы его под выбрали то все он от руки сделал конечно нам нарисовал где что вот и мы сейчас сюда приехали он уже нарисовал чертеж на компьютере отпечатал все все цвета все цвета и он нам посчитал оказывается намного дешевле чем в моде конвененции это же мебель хорошая и как писали или электрические приборы тоже все хорошие общем 4000 плюс доставка плюс монтаж представляете на тысячу дешевле чем в моде конвененции вот пусть хоть конечно дороже чем в икея но действительно мебель намного лучше качественнее прочнее прочнее и в общем и вот эти вот угловые шкафчики у нас такие прикольные будут уже когда будет кухня у нас и я уже все покажу расскажу объясню все такое вот нам сказали примерно месяц может быть даже чуть-чуть пораньше чтобы до пасхи успели общем мы посмотрим как будет надеюсь надеюсь в общем сейчас взяли документы и куда мы должны заплатить именно как это как это предоплата знаете как как у нас по-русски называется задаток вот задаток тысячу евро мы только туда вышли вот а остальную сумму уже потом когда уже будет кухня готова так что настроение поднялась браурина показывает на лоб игрушу такое забыл что там он не туда свернул он свернул к ехать в на нашу старую квартиру представляете заслушался меня в общем мы на эмоциях просто-напросто что нашли нашли кухню тоже хорошую и дешевле и за меня перепутал выезд в общем нет вместо того чтобы направо поехать он налево поехал но мы сейчас выйдем въедем в город и там с другой стороны поедем уже домой у нас солнце садится сейчас покажу находимся на танженциале второстепенная автострада по городу видите там солнце садится где-то там а там дуще вот такая красотище асси а пикока а вот вот здесь вот умерла моя бы прошла машина к пропорции представляете вот на этом месте это тот старый ford ford ford